Действительно, буду говорить не как политолог, исключительно как врач. Вы знаете, для начала надо понять, почему страна, пациент оказался в таком положении. Казалось бы, очень приличный пациент, без всяких врождённой патологии. Не страдает карликовостью, не страдает гигантизмом. Очень удачно поселился. Нет, ну, в плане поселения, хорошая земля. Есть третьи горы, пашни, нет цунами, нет землетрясений, нет вулканов. А находятся фактически в критическом состоянии. Но с моей точки зрения, произошло это потому, что в этом пациенте завелись паразиты. Паразиты эти в течение многих лет поедают практически всю энергию, не дают развиваться пациенту. Более того, ослабили его настолько, что он стал нечувствителем, ну, наоборот, перестал вообще реагировать на внешние угрозы. И теперь, вот сейчас, эти паразиты пытаются нам доказать, что все беды, они извне. Продолжая здесь творить своё чёрное дело. Доедать страну. Вот, с моей точки зрения, острая паразитарная инфекция, это и есть основной диагноз страны. Это лечится? Выборами, перевыборами. Кто лечить-то это будет? Выберёте с лечить или кто должен с лечить? Это шикарный вопрос. Фактически, выборы, выборы, это и есть выборы врача, да? Пожалуйста. Давайте посмотрим, как мы выбирали себе врачей в течение этого времени. Вот смотрите, за новейшую историю после Майдана у нас были две попытки выбрать себе лекарей. Первая попытка, если вы вспомните, это бы вы выбирали главного врача. Помните? При этом, никто из кандидатов в главные врачи не говорил нам о том, какими методами он собирается лечить пациента. И победитель, главный врач будущий, победил с лозунгом «Лечить по-новому». Причём, никто не понимал, что значит «Лечить по-новому», но за него проголосовали. На следующие выборы мы опять наступили на граблю. Опять пошли люди голосовать. Никто не говорил ни слова о том, какими методами мы будем лечить страну. Например, победители, они просто обвесили всю страну, ну, или всю больницу, скажем так, лозунгами «Мы выздоровеем обязательно». И выздоровеем. Ну, смотрите, если группа товарищей набрала 8% только потому, что на всю палату заорала «Аспирин кукло победит добро». Вы понимаете? И 8% людей на это победить и пошли до них голосовать. И вот мне кажется, что сейчас у нас приближаются третьи национальные грабли. Мы в третий раз будем выбирать личности. Те, кто симпатичнее, те, кто лучше подарки нам раздаст. Но никто, ни одного слова о методах лечения нам не говорит. Ну, хорошо, а какие должны быть методы, или, как говорится, какая должна быть тактика лечения? Евгений, ну, опять-таки, первое, что я должен сказать, главное, конечно же, совершенно однозначно, это очиститься от паразитов. Клизмы ежедневные, любая попытка, любая попытка подкормить паразитов должна строжайшим образом наказываться. Любое сотрудничество с паразитами должно всячески ограничиваться. Должна быть служба безопасности больницы, она должна следить. Ну, вот смотрите, вы сегодня уже говорили о том. Кандидаты в мэры, кандидаты в мэры, обещают людям остановить войну, снизить налоги, поувеличить пенсии. То есть, они заведомо обманывают пациента. Неужели это не попадает под закон? Неужели нельзя службу безопасности Украины оградить? Оградить пациентов от недобросовестных причин? Это же диктатура получится. Послушайте, ну это же однозначно, если кандидат в мэры обещает снизить пенсию, то логика говорит о том, что это заведомо обман избирателей. Ну, в суде есть, не только врачи. Логика говорит о том, что не нужно за него голосовать. Вот о чем говорит логика. Конечно, не нужно. Правда? Не нужно за него. Это не Борислав, это Сергей. Это Сергей Ласенко. Просто он плохо видит. Как юрист. Или врач плохо видит. Мне что показали, то показали. Я вам честно скажу, друзья мои. Поскольку сегодня, я просто хочу вам рассказать о том, что сегодня праздник, о котором вы ничего не знаете. Это мой, например, личный профессиональный праздник. Я как врач, 12 лет проработал в отделении анестезиологии и реанимации. Сегодня всемирный день анестезиологов. Это мой профессиональный человек. Я не знаю, что все врачи студии и в других политических студиях не принято говорить о том, что анестезиолог в месяц не получает даже 100 долларов. Даже 100 долларов. Понимаете? Вот такие дела. Это называется реформой и так далее. Но! Но! Ситуация эта следующая, друзья мои. Вам надо все-таки поучиться у реаниматуры. А во что говорят реаниматуры? Если пациент находится в критическом состоянии, а рядом с ним находятся 10 врачей, каждый из которых имеет право принимать решения, пациент умрет 100%. Необходима ответственность человека за принятые решения. И поэтому, пытаясь соблюсти все законы, мы просто убьем пациента. Или доверим решать судьбы людей тому, кто в состоянии принимать ответственные решения. Евгений. Ну, диагноз нашей власти, или скажем так, я не говорю всем вестям власти, вот властям придержащим поставить можете? Конечно, могу. Среди них не менее 70% и тех самых паразитов. Причем, произнося слово 70%, я им очень сильно лещу, как вы понимаете. И беда состоит в том, что главный врач не может выбрать заводелением из нормальных людей. Он их выбирает из тех, кого он знает, к сожалению. И в результате получается, что очень мало шансов у адекватных людей прорваться к этой власти и принять решение. Более того, если паразиты так и ропают... Избиратели, из граждани, ведь такое ощущение, что далеко не все, что называется, ропщики. Многие довольны. Им не надо какой диагноз тоже поставить? В этом же и состоит мастерство паразита делиться с окружающей передой, чтобы она поменьше роптала. А общество, оно терпеливое, чрезвычайно доверчивое, наивное. Вообще, по способности терпеть издевательства, украинский народ опередил многие народы. И это потрясающе. Вы понимаете, убили медицину полностью. Люди умирают в 50 лет. Мужики мрут, как мухи, от тех болезней, от которых не должны умирать. Пенсионеры никому не нужны. Все ждут, чтобы они поскорее ушли на тот свет, чтобы сэкономить на пенсиях. Детям даже на вакцины денег не нет. Послушайте, а мы всерьез говорим про народ. Народ уже сам на себе крест поставил. Он уже ни о чем не думает. Вы понимаете? Народу надо объяснить. Надо опуститься до его уровня. Научиться с ним разговаривать. Я рассказываю народу медицинские премудрости, мудрыми, спокойным чеческим языком. Почему никто из политиков не хочет взять и объяснить людям, как ориентироваться, что такое паразит. Я прошу прощения. Евгений Олегович, очень коротко. Тут у нас есть желающие вам тоже задать вопросы. Пожалуйста. Вы прекрасный педиатр. У меня даже дома есть ваши три книжки. Более того, скажите, пожалуйста, вы прекрасно можете советовать политикам. А вот скажите, как педиатр. Если в палате мрут, стоит поменять лечащего врача или переизбирать того же? Нет, нет, ну, Борис Родненький, это вопрос вообще абсолютно риторический. Так ответьте на него. Конечно, надо переизбирать. Спасибо. Вот за это спасибо. 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 Спасибо.